Я Саганова Арюна, мне 30 лет и я предприниматель. Я мечтала стать дипломатом. И я поступила со своим ЕГЭ в Иркутский государственный университет. На втором курсе нам дали на выбор два языка. Я выбрала японский. Куратор этого направления объявил конкурс, в котором можно было поучаствовать и поехать от университета абсолютно бесплатно. Там оплачивали проживание полностью в Японии, всю эту конференцию, проживание в японской семье. Мне надо было только билеты взять. И когда я туда поехала, я впервые в жизни попробовала Старбакс с карамельным макеатом. Он меня так сильно восхитил, что по приезду в Иркутск я увидела огромный баннер, где был нарисован прямо тот же самый карамельный макеат. Я зашла туда, мне приготовили, и вкус был один в один. У меня появилась такая возможность узнать первой о том, что им требуется бариста. Меня взяли, и там, кстати говоря, я поняла, что я люблю кофе, я люблю людей, я люблю продавать. Когда я ушла с этой кофейни, год я тыкалась-мыкалась, потому что я закончила институт, у меня как бы был на руках мой диплом. Свой диплом применения я нигде, к сожалению, не нашла. Через год после скитаний мне позвонил мой руководитель с кофейни Ленин-стрит с Иркутской и спросил, не хотела бы я стать официальным представителем компании «Юли Усмайна». Это чайно-кофейная компания. Так и началась моя предпринимательская деятельность. Как-то мы сидели с Ольгой возле ее дома. Мы разговаривали с ней о том, что вот у нее есть точка в Галаксе, и что она думает, как бы ее проапгрейдить. И мы решили открыть кофейню. Название придумала Ольга. Идея была потрясающая. И вот эта концепция кофейни без еды, в нее не верил абсолютно никто. А я верила в эту историю, в сервис, в красивую атмосферу, в классный продукт, вкусный кофе. Сейчас у тебя начинается, можно сказать, новая жизнь. Ты, коза, просто знала, на что давить. Нет, ну это же вообще. Дай салфетку вообще. Это же салфетку. Все, мое это. Я когда узнала вот об этом положении, столько всего перелопатилось в голове. И приоритеты расставились абсолютно по-другому, иначе. Спасибо вам большое. Вообще, я ощущаю, что 30 лет. Мне очень сильно нравится наше поколение. Мне кажется, мы побывали на перекосе вот многих моментов мировых, да. И это, наверное, нас закалило. Сейчас мы находимся в Бар 41. Это еще один проект, который родился прямо в самый разгар пандемии, да. Кризис пандемии. Почему бы не открыть ночное заведение, да. Мой вот один из партнеров, получается, это мой молодой человек. Он был барменом всегда. И, собственно говоря, это его логическое продолжение роста, я так думаю. Я специализируюсь на построении команды. И здесь была такая задача выстроить команду, которая будет искренней, заботливой, внимательной, дарящей настроение, атмосферу. Я не знаю, как живут люди без телевизоров, потому что мой деда Иванов Петр Даниилович. Вот. И он был одним из первых режиссеров на БГТРК. Он у нас всегда играл телевизор. Я даже помню эти заставки первоначальные. Он напоил святой водой. Да? Маригус – это классно. Для меня всегда самое главное – это моя семья. Потому что мама, папа, я обещала больше не плакать, я не буду. Потому что… Если хочешь, плачь. Не, не буду. Я всегда говорю, что если у тебя сильный тыл, если ты знаешь, что у тебя в семье все хорошо, то там абсолютно не страшно. Потому что ты знаешь, что тебя всегда прикроют, тебе всегда есть куда вернуться, и тебя всегда поддержат. Вот. Поэтому я считаю, что вот над этим, да, надо работать. Сейчас большая задача стоит дать вот эту ценность своим детям. И… Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...